Друзья, всем привет! Доброе утро! Рады вас приветствовать! У нас супер отличное настроение, потому что с нами на связи один из главных оппозиционных политиков России Илья Пономарёв, один из лучших друзей Украины. Илья, рады наконец-то видеть тебя в эфире. Очень соскучился за тобой. Как твои дела? Илья, аналогично. Был длинный перерыв, это неправильно. Надо чаще встречаться. Да, это моя вина. Я был в длительной командировке. Приношу свои извинения, я обещаю исправиться. Тем накопилось для разговора немерено, друзья. Но перед тем, как мы к ним перейдем, я напоминаю вам про фейсбук-сраничку Ильи Пономарёва. Обязательно заходите на неё, общайтесь с Ильёй напрямую. Бесконечное количество интересной информации. Частенько бывают срачи, в которых очень здорово участвовать. Ну и прямо сейчас поставьте лайк и подписаться. Но лучше их не устраивать. Лучше их не устраивать, пожалуйста. Нам, друзья, важна ваша поддержка. Вы всё видите на экране. Погнали обсуждать. Слушай, ну, я бы хотел поговорить, начать, как мне кажется, с очень горячей темы. Понятно будет немножко позже, почему. Это заявление Сергея Лаврова, главы российской дипломатии, во время визита в Китай. Он заявил о том, что отношения с Европейским Союзом у России уничтожены. С ЕС он говорит как политическим объединением, как политической структурой. Это просто, как бы, заявление политическое, потому что он находится в Китае? Или всё-таки происходят какие-то тектонические изменения у нас на карте? Объясни, пожалуйста. Ну, отношения действительно уничтожены. Ну, есть тут редкие случаи. Когда была сказана просто чистая правда. И как раз там все последние визиты европейских чиновников в Москву это дополнительно показали. И всё, что происходит вокруг дела Навального, отравлений, химоружия и так далее, всё это, ну, в общем, показывает о том, что они действительно находятся на очень низкой отметке. Я бы при этом только оговорился, что есть отношения с Евросоюзом как со структурой объединительной, то есть с Брюсселем, да, с брюссельской какой-то, значит, там, бюрократией. И есть отношения с отдельными странами, входящими в Евросоюз. Вот сейчас та ситуация, когда отношения с отдельными странами лучше, чем отношения с Евросоюзом в целом. Думаю, что не в последнюю очередь потому, что Евросоюз в целом ничего не решает, и поэтому на нём можно отыгрываться. Соответственно, можно там с обеих сторон, то есть как евробюрократы могут там стукать кулаком по столу и что-то там начать говорить и заявлять какие-то более жёсткие, более чёткие позиции. Так и Россия может делать то же самое, и этим, соответственно, все пользуются. Для того, чтобы уже там на этом фоне, на уровне отдельных страхов, как, например, с Германией, решать вопрос там северного потока, да, а там с кем-то ещё можно решать какие-то другие вопросы. Там с французами своё, там с Венгрией своё, с Австрией своё и так далее. То есть речь, то есть мы, да, не говорим как коллективный Евросоюз, но может быть нужно называть вещи своими именами, что коллективного Европейского Союза в принципе не существует? Это не только вопрос для России, возможно, это и вопрос для Украины тогда? Нет, коллективный Евросоюз существует. Было бы неправильно говорить, что его нет, но не существует единой внешней политики Евросоюза. Вот это вот является правдой, потому что это объединение слишком аморфное для того, чтобы делегировать эти функции какой-то наднациональной структуре. То есть те же самые решения, например, которые принимает Европарламент, они носят рекомендательный характер, а не обязательный для стран-членов. Ну а уж то, что принимает там Парламентская Ассамблея Совета Европы, ну это просто на поговорить, вот, то есть клубные какие-то вещи, им всегда в Украине уделяется большое значение, но на самом деле, ну это такая чисто имитация деятельности, за которой ничего не следует. Для Украины эти выпады Лаврова и Кремля обозначают что-то? Ну так, это фоновая, на мой взгляд, история. То есть важным являются отношения с отдельными странами. Вот там отношения с отдельно взятой Германией для Украины, это важно. А отношения с Евросоюзом в целом, ну так, то есть, я думаю, что это второстепенный характер. Сам визит Лаврова в Китай и отношения с Китаем, я знаю, что есть там нюансы на самом деле. Я знаю, что, допустим, Россия сейчас не экспортирует уголь совсем в Китай, в чем очень Китай нуждается. То есть это потепление каких-то взаимоотношений и это налаживание какого-то стратегического нового сотрудничества или нет? Потому что, ну, Россия все-таки, мне так почему-то кажется, она находится в соперничестве с Китаем или должна была бы находиться. Нет? Нет, Россия не находится в соперничестве с Китаем. То есть, конечно, определенная часть российской элиты относится к Китаю с настороженностью и правильно делает. Потому что, конечно, вес Китая сильно увеличивается. Это страна, с которой у России огромная общая протяженность границы, колоссальный демографический дисбаланс вдоль этой границы. То есть все предпосылки к тому, чтобы видеть в Китае угрозу, они существуют. При этом китайская традиция, что ли, она не агрессивна. То есть Китай, он не нападает на другие страны, он занимается такой ползучей ассимиляцией, проникновением как раз через браки, через бизнесы совместные и так далее. То есть это не военная сила для Китая, не характерна всю историю этой великой страны устраивать там большие завоевательные войны. Они действуют просто массой, вбирая в себя окружающие территории. И в этом смысле, конечно, Китай представляет угрозу. Но эта угроза длинная, она долгосрочная, она не сиюминутная. И Путин верный своему принципу, надо обращать внимание на то, что происходит здесь и сейчас, тактика выше стратегии, он, конечно, все время пытается разыгрывать Китай в противостоянии с Соединенными Штатами. То есть он все время считает, что поскольку между этими двумя державами есть геополитическая конкуренция, и тут, значит, Россия может эту ситуацию разыграть с выгодой для себя. Нюанс заключается в том, что Китай не признает за Россией право себя разыгрывать. То есть Москва ведет себя в отношении Пекина так, как будто это был Советский Союз и сверхдержава, и там, значит, наши специалисты помогают строить слабо развитую страну и поставляют туда вооружение и так далее. Но Китай уже давно не то, что было там сто лет назад и даже пятьдесят лет назад. И поэтому китайцы полны осознания того, что они как раз настоящая сверхдержава, а Россия это угасающий центр, и, конечно, с него надо получить все, что можно, но в долгосрочном плане они не уважают и не признают за Москвой какой-то силовой центр, которого надо как-то опасаться и с которым надо как-то считаться. И вот в этой вот противоречии, значит, соответственно, и существуют российско-китайские отношения. Вот если я хотел бы остаться в России и в Китае, если мы говорим о том, что взаимоотношения с ЕС как структурой, возможно, никак на нас не влияет, то у меня есть вопрос как раз к России и Китаю, потому что события разворачиваются, но очень невероятно. Речь идет о Мотор Сичи, также о визите Китая или китайских представителей в оккупированный Крым. То есть вот эти шаги, они как-то синхронны в этой парадигме с заявлением Лаврова, их визит в Крым. Это вот об этом? Ну, вообще то, что происходит вокруг Мотор Сичи, это, на мой взгляд, проявление фундаментальной слабости Украины, которая позволяет себя на халяву американцам использовать. У меня нет сомнений, что, безусловно, отношения с Америкой для Украины более важны, чем отношения с Китаем, тем более, что Китай, как ни крути, гораздо большей степени союзник России, чем Украина. Но, тем не менее, Китай все равно достаточно большой инвестор в украинскую экономику. И портить отношения на халяву, бесплатно абсолютно, мне кажется, это неправильная политика. Американцы люди крайне прагматичны, и они понимают, что за свои национальные интересы надо платить. И если есть та ситуация, когда Соединенные Штаты не хотят, чтобы Украина делала ту или иную сделку, и, наоборот, хотят, чтобы Украина поставила под риск порядка миллиард накопленных инвестиций, которые были с Китая в Украину, то логичным совершенно ставить этот вопрос, что, ребята, мы с вами согласны, мы с вами, мы ценим отношения, мы готовы делать этот бизнес с американскими компаниями, ну, давайте тогда вы этот же самый миллиард положите на стол, да, то есть для вас это ничего, в общем, на самом деле не значит, мы готовы. То есть, пожалуйста, выкидываем всех китайцев, значит, приглашаем американцев, ну, только давайте, как бы, там, чтобы это был адекватный обмен. А то, если просто получается, что мы должны послать китайских инвесторов, причем этих послать, которые в Моторсиче, Скайрайзен, да, то есть там впрямую, а остальные все будут смотреть на этот пример и слушать команды китайского правительства, которые, очевидным образом, будут негативными в этой ситуации, поэтому по факту мы должны понимать, что мы посылаем их все, посылая этого одного. Ну, конечно, это должно быть каким-то образом скомпенсировано, и вот то, что я не вижу таких, такой постановки вопроса, меня это очень сильно огорчает. То есть, я скажу честно, я активно агитирую там разных депутатов за то, что, ну, то есть они этот вопрос таким образом поставили в Верховной Раде, что если есть там закон про национализацию этих активов и так далее, то одно должно быть увязано с другим. Ну, в этом плане Россия использует эту ситуацию, я правильно понимаю? То есть это Китай рассчитывает на союз, на союзнические какие-то действия со стороны России в вопросе, там, Украины? И готовы ли они, например, как-то, ну, там, сделать какие-то заявления или как-нибудь там повести себя по Крыму, там, в том же ООН или где-нибудь в Совбезе? То есть, Китай абсолютно самодостаточен, помощи России он явно не нуждается. То, что Китай и так себя ведет во всяких там Советах Безопасности и так далее, в международных структурах, как в большей степени союзник России, чем наоборот, ну, это мы, как бы, и так все видим, да, на то есть разные, там, причины, вот. В то же самое время, я считаю, что, опять-таки, вне зависимости от нашего поведения, Китай вряд ли будет, там, например, признавать Крым частью России, потому что на то есть внутрикитайские причины и уйгуры, и Тибет, и Тайвань, ну, то есть, которые вряд ли Китай будет хотеть, там, создавать какие-то неблагоприятные для себя прецеденты. Поэтому Китай, я думаю, будет и дальше быть ни нашим, ни вашим, то есть, не вставать на украинскую позицию, как они до сих пор не вставали, вот. Ну, там, в то же самое время и Россию, там, прямую по этому вопросу не поддерживать. Они будут воздерживаться при, там, основных голосованиях в Организации Объединенных Наций и так далее. Это будет мало зависеть от данных конкретных инвестиций. Но, ну, что, для Китая это новость, что ли, что Украина находится в американской орбите, да, то есть, конечно, не новость. Они, конечно, это и так сами понимают. Но денежная проблема, она, безусловно, есть. Если, там, значит, Украина посылает китайских инвесторов, то, конечно, нам будет, как минимум, не стоит рассчитывать на новые инвестиции из Китая. И вот это вопрос, который является важным и требует компенсации. Но визит в Крым, это пощечина? Ну, так, сигнал, да. Жест. Окей. Ну, вот, чтобы немножко еще остаться вот между сверхдержавами вот этими, вот много в последнее время, в последнее время говорят о звонке Байдена Зеленскому, о каком-то визите, да, о том, что до сих пор нет никакого контакта между, официального контакта между Белым домом и офисом президента. Это, вот, это о чем? То есть мы готовим закон о национализации, мы теряем деньги. Много чего сделали Владимир Зеленский во время избирательной кампании в сторону избранного уже действующего президента США. И, тем не менее, как-то все не получается у нас поговорить. Это важно или нет? Ну, это, безусловно, важно, но никакой трагедии в происходящем на данный момент нет. Потому что основная причина, почему нет каких-то там звонков и действий, она проста и банальна. Потому что до сих пор не назначена Виктория Нуланд, которая будет отвечать за это направление в Вашингтоне. Вот. Ее назначение затягивается по сугубо внутриамериканским политическим мотивам. Сенаторы просто не выносят вопрос ее утверждения на посту заместителя госсекретаря на голосование. Без этого она не может быть назначена. А без того, чтобы она не могла быть назначена, соответственно, не ошляются никакие действия в отношении Украины. Поэтому просто два месяца уже, которые там Байден у власти, ну просто тупо нету никакой политики по Украине. Никто ничего не делает, все ждут этого назначения. Будет назначение, все сразу поедет и все будет понятно. И предсказуемо Байден позвонит, согласует какой-то визит и все прочее. А ты ожидаешь вообще визит Байдена в Украину? Ты думаешь, это случится реально? Ну, я считаю, что абсолютно реально его зазвать на 30-летие. То есть я считаю, что это и возможно, и разумно. И думаю, что американцы могут пойти на такой жест. Все равно Украина стратегический союзник и все прочее. Поэтому я бы даже сказал, что я бы удивился, если бы на 30-летие независимости бы приехал кто-то меньше, чем Камала Харрис. То есть Камала Харрис, это, я считаю, задача минимум, которая должна быть гарантирована для Украины. Но все-таки, учитывая особое отношение Байдена к стране и так далее, я, конечно, считаю, что надо согласовать, чтобы это был визит самого американского президента. Немножко мимо нашего плана, но не могу удержать себя, чтобы спросить. Вот поговаривают, что внутри демократической партии происходят такие тенденции, где хотят вынудить Байдена уйти с поста или потихоньку его провести, для того, чтобы назначить Камалу Харрис уже действующим президентом США. Тебе что-нибудь об этом известно или это конспирология? Как ты считаешь? Конспирология. Это чистое вода конспирологии. Это часть внутриамериканской политики и по всему миру. То есть куча людей распространяет эти нарративы. Кремль очень любит это через своих троллей, то есть распространять подобного рода слухи. Ничего подобного нет. То, что Байден человек немолодой и иногда заговаривается в прямом смысле слова, это было известно и до его выборов. Ну, как бы никакой новости в этом нет, но в то же самое время он абсолютно здоров и дееспособен и будет, конечно, осуществлять полномочия президента. Скорее всего, он будет один сынок. Чисто по возрасту, состоянию, здоровье и так далее. Скорее всего, на следующий срок будет баллотироваться та самая Камала Харрис. Но того, чтобы Байден ушел досрочно и так далее, ну, это просто журналисты пытаются, значит, створить сенсацию, на мой взгляд, на ровном месте. Отлично. Переходим немножко, приземляемся к нам в регион. Хочу поговорить с тобой о России. Много событий там происходит. Ну, во-первых, вакцинация. Путин сделал прививку. Ну, непонятно, вакцинировался он или нет. Дмитрий Песков сказал, что придется поверить на слово. Скажи, пожалуйста, ты на слово Пескову поверил или нет? Помоги разобраться. Ну, я так, конечно, скажу, подозрительно это все выглядит. То, что он говорит, что вакцинировался, при этом они это не показали. Другой стороны, ну, просто что мешает устроить какое-то шоу, да? Там, ну, ведь, ну, просто там иголку прислонил, сделал вид, что сделал укол, а на самом деле его не сделал. Как ты проверишь, был там этот самый укол или нет? Если не показывать крупным планом, значит, царственное плечо, вот. Вот, то доказать это невозможно. Даже этого они не стали делать. Конечно, там, честно говоря, странно почему. Вот. Но объяснений может быть миллион разных. Вот. Может быть, на самом деле он уже болел. Вот. Может быть, он делал эту прививку раньше. Вот. А может быть, он сейчас сделал прививку. Но по какой-то причине, то есть, лично Путин сказал, а я не хочу то, чтобы там, то есть, кто-то в это вот такое личное, он очень-очень бережет свое там личное пространство. Может быть, просто в этом вот банальном, банальная такая причина. Мы этого абсолютно не знаем. Посмотрим на его поведение. Посмотрим, насколько он будет там действительно расширять круг общения, количество встреч и так далее. Песков уже сказал, что после вакцинации теперь ничто не препятствует. Значит, он будет там делать больше личных встреч. Ну, посмотрим, будет или не будет. Да. Было еще несколько событий, которые мы с тобой пропустили, не успели обсудить. Это заявление, опять же, того же Байдена, да, по поводу, значит, Навального. Вот. Он назвал его Путина убийцей. Вообще, это какое-то, ну, выходящее за рамки, да, событие. Мне кажется, что такого никогда не было. Ни в мировой дипломатии, ни в отношениях. Даже во времена Холодной войны не было, да, таких заявлений. Ну, кроме империи зла, да. Но лично никто никогда до этого не опускался, что ли? Или можно сказать слово «опускался»? Ну, как ты это увидел? Ну, да, я, скорее, сказал бы «поднимался». Я к этому отношусь, к этому высказыванию достаточно легко, я бы так сказал. То есть, я не придаю этому такое значение, как придают большое количество комментаторов. Во-первых, я считаю, что заявление это носит сугубо такой внутриамериканский характер. Именно потому, что я вот говорю, что сейчас там у Байдена есть определенные сложности в Сенате. Мы же там знаем, что там очень неустойчивая ситуация. 50 на 50 голос, то есть Анна Камала Харрис, то есть он является решающим. А вот эти все назначения, утверждения и так далее, мы только что видели такой немножко бунт со стороны сенаторов, которые увязали голосование за господина Бернса, главой ЦРУ, тем, что, значит, указали администрации на необходимости расширения санкций против «Северного потока-2». Ну, то есть, по большому счету, это бунт, да. И вот отсутствие назначения той самой Виктории Нуланд, это тоже, ну, не случайно. Вроде как вопрос технический, но то, что это тянется, это, безусловно, не случайно. Там ее и лично в Вашингтоне недолюбливают и, ну, таким образом стремятся администрации показать ее место, да. То есть, ну, такой вот торг, значит, соответственно, с ней вести. Поэтому агрессивная такая байденская риторика на телевизоре, да, то есть она носит вот компенсационный характер, да. То, что, ребята, я с вами, я на вашей стороне, я не собираюсь там делать этих смягчений, потому что, ну, точнее, не только мы с тобой в эфире говорим, что Байден на самом деле ведет более мягкую политику в отношении России. В Америке же тоже про это говорят, да. То есть, вот, и поэтому, значит, вот такие вот высказывания, они признаны как раз успокоить ястребиную часть, да, то есть общество в обеих партиях, потому что не-не-не, ребята, мы там с Путиным будем жестко, жестко себя вести. Но это действительно ничего не значит, да, то есть, вот, это, как в этом анекдоте вы тоже говорите, да, то есть, ну, вот он говорит, но какие будут реальные действия, мы не знаем. Более того, скорее, вот мы видим, что по тому же Северному потоку действия действительно смягчаются, а не усиливаются, как, собственно, большевики и предсказывали в предыдущих эфирах. Вот, это не может вызывать, не вызывает тревоги, и эта тревога есть у всех, отсюда, мне кажется, вот вся эта риторика. Так что я бы не придавал ей большого значения. Это очень, вот, я не знаю, я не хочу говорить какие-то там странные слова, но это очень, по меньшей мере, странно выглядит, когда в адрес лично Путина произносятся такие слова, да, но при этом Северный поток-2 продолжает, ну, вот, придет же точка когда-то, наступит, да, вот, когда Северный поток-2 достроится, и тогда у многих людей возникнет вопрос, такая, ну, а что это было? И тогда, ну, я не знаю, возможно, какие-то необратимые политические последствия нам стоит ожидать. Ну, так, строго говоря, Северный поток, это же не лично путинский проект, правильно? То есть, конечно, мы понимаем, насколько он там важен, но он важен не только лично для господина Путина, он важен для Германии и для немецких геополитических амбиций. В Европе еще тут надо подумать, для кого он более важен, для Путина или для Германии. А скорее он важен для Путина, прежде всего тем, насколько он важен для Германии, это будет, наверное, так формулировка является наиболее точной. Просто у Путина есть еще там вторичное соображение про Украину, но я думаю, что про Украину это вторичная история для Северного потока, а не первичная. То есть, главное, это влияние с помощью этого проекта на Германию, то есть, которого хочет достигнуть Путина. Для немцев, в свою очередь, этот проект геополитически важен, потому что это их влияние в Европе. И поэтому они готовы пойти на какую-то дополнительную зависимость от России. Хотя я не могу сказать, что оно кардинально усиливается, зависимость от России. В конечном итоге баланс газа, который будет доходить до Германии, он примерно такой же. Но, тем не менее, меняется формат какой-то отношений с Россией. Зато внутри Европы немцы приобретают довольно много всего с помощью этого проекта. И поэтому, конечно, они в нем тем самым заинтересованы. То есть, они считают, что цена, которую они платят, она гораздо меньше, чем преимущества, которые они в итоге получат. И, собственно, и те же самые американцы, они, по идее, не должны хотеть дать европейцам, точнее, немцам эти преимущества, но это не имеет отношения к Путину лично. То есть, это большая геополитическая игра, которая не зависит от того, какая фамилия человека, который находится в Кремле. То есть, это Путин, это Навальный, это Пономарев или Ходорковский. То есть, это, в принципе, меняет баланс сил. И кто бы это ни был физически, геополитика остается геополитикой. Ну вот, кстати говоря, опять же, возвращаясь к Байдену, много вопросов к демократам. Вот Северный поток-2, несмотря на заявление, которое он делает, продолжает строиться. Какие-то есть вопросы в взаимоотношениях между Канадой и Соединенными Штатами. Приостанавливается там нефтепровод, в который было влито очень много денег и американцами, и канадцами, да? И много пишут о том, что целый конфликт между Канадой и США там назревает какой-то... Ну, для канадцев этот нефтепровод, это не газопровод, это нефтепровод. Он является действительно очень важным. Потому что то, что произошло, что по мере роста этой сланцевой добычи в Соединенных Штатах канадская нефть оказалась просто тупо никому не нужна. То есть раньше они ее экспортировали в Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты были важным потребителем добываемой нефти. А теперь Америке просто тупо не нужно. И канадцам столько нефти не нужны. Поэтому промышленность целого штата, Альберта, она просто стоит на коленях, и ей некуда деваться. И при Трампе, при том, что Трамп был вот там Америка first, он заставил там канадцев пересмотреть двустороннее торговое соглашение между этими двумя странами. Но в то же самое время вместе с этим кнутом он дал еще этот пряник о том, что мы построим эту трубу, и по этой трубе вы будете экспортировать свою нефть через американские порты, сможете это продавать в другие страны мира, и тем самым как-то вот эта конкуренция, она будет скомпенсирована. Но демократы исторически выступали против этой трубы по экологическим соображениям. Именно потому, что Америка на транзите, конечно, зарабатывала бы в этой трубе, но по большому счету в Америке есть эта труба, нет этой трубы. Достаточно все равно. И этот заработок, он не такой большой. И вот это самое экологическое соображение, там индейцы всевозможные и все прочее играет большую роль, и поэтому Байден изначально говорил о том, что он будет выступать против этого проекта. Ну и действительно одно из первых действий его администрации – остановить это строительство. Если говорить цинично с точки зрения американских интересов, ну, учитывая, что Байден начал прикручивать, в принципе, сланцевую добычу по тем же самым экологическим соображениям, в том числе выдуманным, приостановка строительства этого нефтепровода – это в неком смысле компенсационная мера для американских же нефтедобытчиков. То есть, с одной стороны, мы вас там в чем-то ограничиваем, с другой стороны, мы и ограничиваем конкуренцию с вами со стороны канадцев, поэтому вам будет там чуть-чуть проще. Вот, говоря про северный поток и нефтепровод между Канадой и США, вот немножко анекдотично звучит слово «индейцы», то есть мы здесь, украинцы, немного хуже ситуации, нежели индейцы оказались. Ну, там нет, там другая ситуация с индейцами, потому что, ну, во-первых, на самом деле, хотя, конечно, многие говорят, что вот, значит, там коренные народы, у них там какие-то свои интересы, по большому счету их основной интерес заработать денег, да, потому что уже давно это не то, что это какие-то там кочующие племена, у которых там какие-то выпасы принципиальные и так далее, то есть такое осталось, но, в общем, в довольно небольшом количестве. В основном это довольно циничное использование вот этого своего особого статуса для того, чтобы расторговать дополнительные преференции с федеральным правительством, чем они, в общем, там очень активно и занимаются. Но, естественно, все это... Вы тоже хотели бы перед федеральным правительством лучше расторговать Матерсич и Северный поток, хотел бы я сказать. Это, в общем, наверное, правильно, то есть, ну, все-таки лучше быть не на положении индейцев, то есть, вот, а иметь свою мощную промышленность, то есть, у индейцев там в основном казино, там разнообразные, то есть, которыми от них откупаются, да, то есть, вот, все-таки, конечно, хотелось бы иметь более высокотехнологичную промышленную базу. Да, ну и хочу немножко спросить в конце про Навального, там какой-то новый виток событий вокруг Алексея разворачивается, при смерти он, не при смерти, потому что кто как кричит, да, Шендерович, например, кричит, что все запытали, убили, уничтожили Алексея, да, Федеральная служба исполнения наказаний России говорит о том, что все нормально, все под контролем, но пишут о том, что и Свифт готовится отключить Россию, и даже Кремль комментирует, и вроде как готовится к отключению Свифта, и Канада новые санкции вводит против России, что происходит с Навальным? Ну, с Навальным, на мой взгляд, ничего не происходит, Навальный сидит в образцов показательной колонии, где все происходит строго по закону, вот, но как бы строго по закону это означает тяжело, то есть мы же понимаем, что российские тюрьмы это не курорты, это не Скандинавия, вот, поэтому, конечно, я не могу пожелать хоть кому-нибудь там оказаться, даже тогда, когда все происходит по закону, но кого по-настоящему пытают и убивают, вот, например, крымских активистов, по-настоящему пытают и убивают, там, людей из Кавказа, которых арестовывает ФСБ, по-настоящему пытают и убивают. Было у нас несколько болотных активистов, которых по-настоящему пытали и убивали, там, то есть был такой Сергей Матнаткин, который в итоге умер, которому там в двух местах позвоночник сломали в тюрьме, вот это называется пытают и убивают. А Навального никто не пытает и не убивает, как, в принципе, в российских тюрьмах людей очень известных, не пытают и не убивают, именно потому, что они известны, и никто из руководства колонии не хочет подставляться. Там, наоборот, я говорю, там вокруг них устраивается атмосфера, когда вот там все строго-строго-строго делается по правилам. Ну, это плохо все равно, и Навальный, естественно, как политик использует эту ситуацию для того, чтобы как-то напоминать про себя, пиарить себя, это тоже понятная совершенно стратегия, но очень хочется, конечно, сказать, что российской либеральной интеллигенции, вот, может, стоит обращать внимание, помимо Навального, еще и на тех людей, которым действительно угрожает опасность в российских тюрьмах. И таких людей очень много, и, к сожалению, занимаются только профессиональные правозащитники и активисты, а широкая общественность совершенно не интересуется, когда про таких людей публикуешь информацию у себя в Фейсбуке, вот там даже срача никто не устраивает под этим, вот, просто это никому нафиг не интересно. Сегодня, например... Складывается такое впечатление, знаешь, вот, как говорят, собака лает, караван идет, такое почему-то, вот, почему-то так. То есть, про Навального все уже забыли, в России повестка дня своя, да, все двигается, а общественного запроса на какие-то, ну, не сказал бы революционные, но какие-то сумасшедшие протестные, там, запросы на смену чего-то в России, я так понимаю, все-таки нету, правильно? Запрос есть, точки концентрации нет. То есть, для того, чтобы запрос реализовался в какие-то действия, как, опять-таки, мы неоднократно говорили в наших эфирах, должна быть фигура, которая по-настоящему популярна в широких массах трудящихся, да, не у городской либеральной интеллигенции, да, то есть, и таких молодых хипстеров. Это прекрасно то, что люди выходят, я ими горжусь, они молодцы, но, к сожалению, не они сделают погоду в России в целом. Вот, когда, там, бабушка из Новосибирской области возьмет вилы и выйдет на улицу, вот тогда этой власти действительно придет каюка. Когда это выходит городская молодежь, ну, конечно, это для власти тоже неприятно, но ничего особенного, да, то есть, вот, помитинговали и разошлись. И, к сожалению, действительно, в деле с Навальным все происходит так, опять-таки, как мы в наших эфирах предсказывали о том, что будет вот этот самый всплеск, этот всплеск будет недостаточно большой, чтобы его защитить, вот, и после этого все рассосется. Ну, все, вот, как бы, пока показывает, что оно и рассосалось. Сейчас штаб Навального пытается поднять новую волну, создал там специальный сайт, на котором надо записываться, значит, на протестные акции. Пока по всей стране на протестные акции записалось 120 тысяч человек, да, то есть в Москве из этих 120 тысяч, если я правильно помню, что это 16 или 17 тысяч. Как мы понимаем, от записавшихся до реального выхода на акцию это надо где-то делить там на 3-4 как минимум. Вот, то есть, ну, как бы, это пока совсем-совсем-совсем ни о чем. Вот, и вот этими постами про жизнь в колонии Навальный, конечно, пытается разогреть, подстегнуть, вот, создать этот образ страдания, да, то есть для того, чтобы люди туда записывались, да, то есть и вышли на этот митинг. Но пока я не вижу, чтобы это работало, да, то есть нас любят обиженных в России, любят страдальцев, но так, чтобы за них идти там под дубинки, я вот в это как бы совершенно не верил. Я такого не видел. Правда, что Кремль готов, например, к отключению SWIFT-а? И вообще все эти разговоры вокруг платежных систем, они настоящие или это тоже какие-то там манипуляции, думаешь? Я не вижу какой-то каких-то тектонических последствий от отключения SWIFT-а, честно скажу. Ну, то есть, ну что такое SWIFT, да, то есть, вот, это такой внутрибанковский интернет, да, в котором там проходят верифицированные сообщения о переводе средств. Нужен он, прежде всего, для того, чтобы средства, перечисляемые из страны в страну, из банка в банк, проходили бы достаточно быстро, чтобы не было необходимо каких-то дополнительных верификационных действий, перезвонов, созвонов, там, учетов и всего прочего. Но по большому счету до этого люди передавали всю эту информацию, там, по факсу или по телексу, да, то есть, это точно так же работало. Поэтому, ну, отключат SWIFT. Ну, как бы, ну, будет проходить платеж из России не день в день, там, а за три дня, да, то есть, ну, это, конечно, неприятно, да, то есть, вот, это подстегнет, чтобы люди держали средства, там, на корсчетах на Западе, а не заводили их в Россию, да, то есть, при каких-то транзакциях. Но означает ли это какие-то катастрофические последствия для экономики, я не думаю. То есть, катастрофа, она тогда, когда перестают покупать российский нефтегаз. Вот это вот катастрофа. Но на это никто в мире не пойдет, потому что Россия слишком большой международный игрок. И подобные действия, они будут означать, там, для всего мира проблему. А отключить, вот, таким образом, российские банки, там, щелкнуть их по носу, ну, как бы, ну, неприятно, но это не катастрофа же. Все будет идти своим чередом. Очевидно, нам нужно только становиться сильнее, и другого выхода нету, да? Я думаю, что не случайно Лавров заговорил про свифт, когда он был в Китае. То есть, российский Центробанк там давно играет в танцы с китайцами, и чтобы юань, там, значит, была резервная валюта, и чтобы, то есть, китайцы тоже там покупали рубли, и том, что были бы внутренние системы передачи данными между Россией и Китаем напрямую, минуя, соответственно, американскую финансовую систему. Я думаю, что именно поэтому там и было подобное заявление. Я не думаю, что там кто-то прямо вот на Западе готов отключить свифт. Но, с одной стороны, хорошо им послать такое сообщение о том, что, а вот мы не боимся, но гораздо более важно еще и китайцам сказать, что вы сами можете там в любой момент попасть под какие-то американские санкции. Так давайте вот между собой что-то подобное делать. И я думаю, что это, прежде всего, была китайская аудитория этого сообщения. Ох, как всегда, бесконечно интересно, и время летит, ну, молниеносно. В разговоре с тобой. Друзья, в Facebook страница Ильи Пономарева обо всем этом и больше. Обязательно заходите, подписывайтесь и читайте. Общайтесь с Ильей напрямую. Прямо сейчас поставьте нам лайк, нажмите кнопку подписаться. Нам важна ваша поддержка. Илья, спасибо тебе большое, что нашел время. Спасибо большое. Ну, и я рад, что мы снова с тобой в эфире. Очень за тобой спасибо. До следующей недели. До следующей недели. Пока, дорогие. Счастливо. Счастливо.